Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Поддержка программы «Особое мнение» ООО «Фирма Стэн». Что обеспечивает финансовую стабильность и уверенность в завтрашнем дне. Конечно же, многолетний опыт работы и прочная репутация надежного застройщика. ООО «Фирма Стэн». Наша добросовестная работа – залог вашего доверия. 69 51 05 «Особое мнение» на 101FM 13.06 в Кирове. Это программа «Особое мнение». Меня зовут Светлана Занько. Напротив меня Антон Русских, депутат Городской думы. Добрый день. Добрый день. Из последних новостей активно транслируется со вчерашнего вечера. И сегодня утром, я думаю, что еще в ближайшие дни будет это комментировать. Это мифическая, как оказалось, отставка господина Якунина. По сообщению информационных агентств, которые вчера были выброшены в информационное поле, президент РЖД Якунин уволился. На его место назначили его зама Мишарина. При том, что мало кто понимает, кто такой господин Мершарин. И откуда он взялся. У всех вызвала вчерашняя новость, на самом деле, удивление. Но если Якунина знают, то Мишарин не так много людей знает. Мишарина тоже достаточно хорошо знают. Это бывший губернатор Свердловской области. На самом деле, достаточно большого региона. Свердловчане, наверное, больше в курсе, чем, например, остальное население России. Кто интересуется регионами. То есть Свердловская область достаточно крупный регион. Соответственно, все, кто хоть чуть-чуть ориентируется, понимают, кто такой Мишарин. Хорошо. Я думаю, что в любом случае комментарии о Мишарине сегодня будут не столь интересны, сколько комментарии твои, которые ты дашь вообще по поводу появления этого сообщения. Потому что спустя же полчаса это сообщение было опровергнуто при службе правительства, потом при службе президента опровергнуто. И вот что это такое? Вот такой выброс о том, что такая значимая и одиозная достаточно фигура Владимира Якунина вдруг куда-то могла бы исчезнуть с поля игры большого бизнеса и политики. Что это такое вообще было? Это ошибка Кремля. Это сигнал Кремля, как говорят некоторые. Ну, мое глубокое убеждение, что все когда-то там заканчивается, в том числе и нахождение на таких постах, неважно, какой пост ты занимаешь, ты все равно там рано или поздно с него уйдешь. То есть пожизненных постов не бывает. В нашей стране, конечно, есть исключения, но и они рано или поздно закончатся. Моя версия заключается в том, что, скорее всего, Якунин успел добежать, как говорят, есть такое выражение. Я думаю, что на самом деле постановление было, но успел добежать и другого варианта, как объявить его каким-то там... хакерской атакой, ничего другого не оставалось. Я считаю, что такая информация не могла просочиться без официальных каких-то поручений. Так что я думаю, что это такая попытка сгладить конфликт тут и то решение, которое было принято. Но такие решения, ведь они внезапно не принимаются. Я думаю, что оно и не внезапное. Я думаю, что оно обсуждалось. И на самом деле разговоры об отставке Якунина шли уже достаточно давно. И, наверное, этот вопрос назрел, потому что господин Якунин достаточно давно сидит в РЖД. И претензий к российским железным дорогам очень много. В том числе и мы с тобой этот вопрос как-то раз обсуждали по поводу тарифов и по поводу невозможности кировским предприятиям работать при таких тарифах. И кто-нибудь может повлиять или не может повлиять на РЖД. И стоит ли ждать от них снижения тарифов или не стоит ждать. Но вот это из этой же серии, наверное, эти перестановки назрели. То есть ты считаешь, что Якунин нагрел уже, достал Кремль, и Кремль послал ему сигнал? Я думаю, что, наверное, Кремль это не совсем правильно. Ну, принимает председатель правительства, безусловно, это решение. И постановление, которое было вчера распространено, оно как-то и было подписано Медведевым. А, ну, добежал, успел сказать нужные слова, найти. Вот, и там решили это постановление пока признать фальшивкой. Но это мое мнение. Официальную версию все там слышали, все знают. А что может последовать за такими событиями? Вот сейчас Якунин заявляет о том, что он готов подать в суд на защиту собственной репутации. То есть все необходимые действия сейчас происходят. Подключились следственные органы, которые должны найти собственный источник распространения информации. Вроде бы уже указывается, в чем произошла ошибка, наименование сайта, откуда-то пришло. Сейчас он подаст в суд, а на его собственной деятельности в рамках РЖД, на его позиции в большой политике, в большом бизнесе. Это как-то скажется? Ну, насколько я могу судить, когда он находил нужные слова, если исходить из моей версии происходящих событий. Я думаю, что он взял на себя какие-то определенные обязательства. Какие, мы можем только догадываться. Я думаю, что ничто в работе РЖД на сегодняшний день не поменяется. Никаких резких улучшений или снижения тарифов ждать не приходится. Я думаю, что это такая подковерная борьба, которую может только позабавить в таких ситуациях. Как-то сказаться на жизни простых граждан вряд ли, я думаю, что это как-то скажется. Изменений в РЖД в ближайшее время глобально их ждать не приходится. Ну, если только не выйдет за этим постановление, все-таки настоящее, как бы, об отставке Якунина. Ну, как опыт показывает, в ближайшее время ждать его не приходится. То есть, власть будет соблюдать, пытаться сохранить лицо. И я думаю, что какое-то время у Якунина еще точно есть. А ты считаешь, что реальная отставка Якунина что-то изменила бы в РЖД? Ну, наверное, но руководитель все равно вынужден был бы принимать какие-то популистские меры, реформировать РЖД, пытаться снижать тарифы, быть более гибким. Компания на 100% на сегодняшний день государственная. И кроме убытков она ничего там и дорогих тарифов ничего на сегодняшний день не приносит. То есть, любые перестановки людей, которые сейчас работают в компании, да, рокировки различные, они ничего не изменят в жизни граждан и в жизни РЖД? Это все зависит от того человека, который туда придет. Если человек придет, как-то себя зарекомендовать и попытаться доказать о том, что он хороший управленец и может изменить ситуацию в лучшую сторону. Но предприятие перестанет быть убыточным и тарифы для населения опустятся до разумных пределов. Ну, это одна история. Если человек придет просто там, опять же, сидеть, пересиживать пенсию, ну, это другая. То есть, ну, сценариев может быть, там, большое количество. В условиях государственной формы собственности, да, которая главенствует в этой организации, ты думаешь, что можно достигнуть таких результатов, о которых, говоришь, там, уровень безубыточности, прибыльности и низкие тарифы на билеты? Или все-таки РЖД необходимо реформировать, кратко можно сказать, и сделать частной компанией? Ну, насчет частной компании не знаю. Тут нужно, там, 10 раз все отмерить и один раз отрезать. Но, там, то, что Якунин засиделся, как мне кажется, это факт. То, что нужны, там, новые менеджеры, которые, там, попытаются изменить ситуацию в этой непростой отрасли, тоже факт. Это точка. Все. Давай с этой темой закончим. Перейдем к нашим местным темам. 19 июня прошло внеочередное заседание Кировской городской думы. Депутаты проголосовали за назначение дополнительных выборов в Гордуму 5-го САЗВ, как и ожидалось, а также внесли поправки в городской бюджет. Меня интересует пункт первый. Это голосование за назначение дополнительных выборов. В частности, не само голосование, а те люди, которые могут фигурировать в качестве кандидатов на освобожденное Василием Сураевым место. Хочу спросить у тебя о твоих прогнозах. Кого ты видишь на этом месте в Гордуме? Может быть, несколько человек, либо одного кандидата, который считаешь наиболее достойным. Ну, партия «Справедливая Россия», которую я представляю в Кировской городской думе на сегодняшний день, еще не определилась со своим кандидатом, но он точно будет. И я надеюсь, что этому кандидату удастся победить в этом округе. Это кто еще может быть, так кто угодно. То есть достаточно много желающих может выдвинуть свою кандидатуру и поучаствовать в этой лотерее. Когда выборы проходят в отдельном маленьком округе, и когда нет других выборов, явка будет очень маленькая. То есть если мы возьмем, в прошлом году прошли выборы, где Катрас Василий Куприянович из Гордумы избрался в законодательное собрание Кировской области. То есть ему победу обеспечило там 1700, по-моему, ну могу немножко ошибаться, голосов. Это там очень мало. Ну то есть это очень маленькое количество, потому что просто явка маленькая. Люди не идут там на выборы. То есть если бы это были выборы по всему городу, да, то есть там и информации было бы больше, и пиара было бы больше. А в таком небольшом округе, ну не знаю, то есть я думаю... И все-таки, если говорить в рамках «Справедливой России», кого вы в вашей партии видите, какие кандидатуры внутри партии? Ну на сегодняшний день обсуждения и консультации идут, но пока окончательного решения не принято, все равно там руководящие органы коллегиально... А кто обсуждается? Ну есть разные кандидаты, я сейчас не могу называть. То есть там пока решение не принято, там какой смысл там озвучивать. Я думаю, что мы обязательно проинформируем город Киров по поводу того кандидата, который мы выдвинем. Но я уверен, что это будет там достойный человек, который достойно будет представлять и горожан, и партию «Справедливая Россия» в Кировской городской думе. А как ты считаешь, если мы сейчас отстранимся от партии и перейдем к кандидатуре, к фигуре, которая обсуждается вот уже несколько дней, это кандидатура Алексея Вершинина и варианты по поводу того, что Алексей Вершинин вот будет депутатом, например, городской думы, возглавит ее в конце концов. Другая версия есть, что он вообще метит на другое место. Я и то, и другое считаю, там, кроме как бредом назвать не могу, потому что я уверен, что Алексей Александрович на сегодняшний день находится там на своем месте, является достаточно эффективным управленцем, и у него много проектов, которые он реализует на территории Ленинского теруправления. Я считаю, что у него еще много незаконченных дел, смысла большого участвовать в выборах я там не вижу, и я думаю, что это очередные сплетни, которые запускаются не совсем разумными людьми, которые пытаются желаемое выдать за действительное. Все-таки, знаешь, как-то грустно, что не обсуждаются никакие конкретные кандидатуры. Ну, еще рано обсуждать. Вчера только было принято решение на Гордуме. Но было же заранее понятно, что будут выбирать все-таки. Есть еще три месяца для того, чтобы сейчас были выдвинуты кандидаты. Я уверен, что мы увидим разных кандидатов, начиная от городских сумасшедших до очень-очень достойных людей. Фамилии назвать ты сейчас не готов. Я не хочу опускаться до уровня тех людей, которые на сегодняшний день ходят и кричат о том, что Вершинин идет в Кировскую городскую думу, что таковым не является. Я не хочу выдвигать какие-то версии, кто пойдет на выборы в Кировскую городскую думу. Я не знаю. А откуда люди знают, для меня это является большой загадкой. Я думаю, что ниоткуда они ничего не знают. Им хочется так верить, они в это верят. Меня вызывает большое удивление, как это активно разносится по городу Кирову и образцает новыми и новыми сплетнями, которые никакого отношения к реальности не имеют. И иметь не могут, потому что есть определенные логические обстоятельства, которые даже теоретически не позволяют этим планам реализоваться. Знаешь, как бывает, когда подобные вопросы задаются, например, о кандидатах в Государственную думу, в Москве, где-нибудь в Питере, обязательно партийцы и депутаты говорят, вот я вижу на этом месте такого-то человека и такого-то еще. Я бы рассчитывал, что вот такой кандидат мог бы хорошо вписаться в нашу думу и принес бы много пользы. А когда мы говорим о том, что обязательно будет какой-нибудь достойный кандидат, я уверен в этом, естественно, люди думают, а кто же этот кандидат, и сами выдвигают версии. Поэтому обвинять в сплетнях, которые собирают якобы кто-то, или там СМИ их озвучивает, сложно, потому что просто святое место пусто не бывает, и если никто не называет никаких фамилий, вот всплывают какие-нибудь. Мы должны исходить из того, что человек сказал, да, я пойду на выборы, я подал документы, но фантазировать о том, что я хочу, чтобы этим депутатом стал тот-то, тот-то, я не знаю. А что плохого в том, чтобы назвать человека? Или двух, или трёх? Это как минимум некорректно по отношению к этому человеку, потому что человек ещё для себя ничего не решил. Для него это может... Я уверен, что для самого Вершинина это обсуждение стало такой новостью. То есть он узнал это, и я думаю, что тоже очень сильно удивился по этому поводу. Потому что, ну, знаете, я точно так же могу сказать, что вы, Светлана, будете участвовать в выборах. Я считаю вас достойным человеком, чтобы вы представляли избирателей этого округа в Кировской городской думе. Но дальше-то что? То есть я хочу в космос полететь, дальше что? Ну, то есть мы там... Есть там желания наши, как мы их представляем, а есть там желания тех людей, за кого мы пытаемся решить эту судьбу. Ну, это не совсем корректно. Позиция твоя понятна. Оставаясь всё там же, всё с тем же, с Алексеем Вершининым, напоминаю, что 15 мая «Единая Россия» объявила о том, что начинается партийный проект по возвращению историческим названием улицам Кирова. Вернее, не так позиционировалось, а говорилось, что начинается сбор мнения общественного по возвращению исторических названий улицам. Будут развешаны таблички двойные с новым и старым названием улицы. Будут составлены рейтинги, списки, опросы и всё прочее. И всё это должно было быть готово к дню города 12 июня. Слава богу, сегодня уже далеко не 12-е. Но каких-то новостей о том, каковы результаты опроса, каково мнение граждан, мы нигде не видели. В СМИ нет. Заявлений каких-то от «Единой России» не последовало. Статистики никакой нет. Что происходит? Ты в курсе? Ну, я там точно не могу отвечать за «Единую Россию» по причине того, что я давно не состою в этой партии и никакого отношения к ней не имею. Я там, как человек, наблюдающий за этим процессом, могу сказать о том, что там таблички по этим улицам висят, информационные, с указанием исторической справки. Какие-то там разъяснительные процессы идут. А как они происходили? Ты видел сам? Они идут в библиотеках. Вот я видел о том, что стенды стоят в библиотеках. А вот стенды — это разъяснительная работа. Ну, там висит та информация, с помощью которой люди могут прочитать и узнать, как там назывались улицы, в честь чего они так назывались, как выглядела эта улица. Но самое-то главное — опрос. Правда же? Ведь должны быть результаты какой-то просветительской работы. Какой-то процесс идёт. Я не могу там за организационные вопросы в «Единой России» точно отвечать. Ну, наверное, давайте подождём, какие-то результаты мы узнаем. Я думаю, что если они заявили об этом процессе, и интерес к этому вопросу не утихает, я думаю, что рано или поздно мы узнаем об итогах этих исследований. Интересно то, что решение этого вопроса было отложено в итоге. Правильно? Всё-таки отложена формулировка. И отложено оно было как раз на июнь месяц, в котором мы сейчас пребывали. На июньском заседании нет вопроса о возвращении исторических технологий. А почему он не появился, если об этом так говорил? Нет, не я формирую повестку заседания, ни с какой инициативой я лично не выходил. Если кто-то выходил из других, Единая Россия взяла эту инициативу на себя, соответственно, ждём этих предложений от Единой России. И предложение о том, что в повестку обсуждения был внесён вопрос о возвращении, либо невозвращении. Они же там должны подвести итоги. Я же не знаю, какой итог будет у этих опросов. Если опрос покажет о том, что граждане, жители города Кирова не хотят возвращения исторических названий, значит, они выносили этот вопрос не будет. Знаешь, странная какая вещь происходит. В начале этого года Единая Россия в едином порыве, опять же, по всей России, в Кировской области заявила о начале проекта «России важен каждый ребёнок». Активно началась деятельность, были рабочие группы, я сама присутствовала на этих группах. Результаты вообще реализации этого проекта неизвестны сейчас, прошло полгода. 15 мая Единая Россия, Кировская, заявляет о начале проекта вот этого, просветительского проекта, а самое-то главное проекта, который позволил бы наконец-то оценить общественное мнение в количественном отношении, кто за, кто против возвращения исторических названий улицам. Была названа дата 12 число, время проходит, тоже ничего неизвестно. Странная какая-то тенденция в Единой России наблюдается. Может быть, у меня только такое ощущение, но нет же, факты говорят. Нет, ну, там, с Единой Россией на сегодняшний день, я не знаю, кому как, но, там, мне, там, всё очевидно, там, с появлением Народного фронта, там, костёр под названием «Единая Россия» медленно, наверное, затухает. И, там, я уверен, что через, там, год-два от этого костра ничего не останется, потому что, там, те угольки, которые, там, ещё могут гореть, их, там, сейчас очень оперативно переносят и перенесут в костёр под названием «Народный фронт». И будут разжигать этот костёр. А проекты, которые существовали в Единой России, они вместе с костром так и... Ну, наверное, там, те, там, проекты, которые важны для, там, для выборов, там, для пиара, как бы, там, я не знаю, там, для какого-то, там, хорошего резонанса вообще, там, в городе, там, в стране, они, наверное, там, будут подхвачены, но, там, а те, которые не очень, как бы, будут оставлены в том костре. Вот и всё. То есть мы, там, на сегодняшний день являемся, там, свидетелями, там, за затухание этого костра. То есть это, я считаю, что, там, ни у кого, там, особых иллюзий уже, там, не осталось. И очевидно, после съезда «Народного фронта», очевидно, что это будет новая партия, и это новая будет партия власти. Как быстро все из «Единой России», там, побегут, как бы, в «Народный фронт», ну, мы уже, в общем-то, в целом видим, как бы, постепенно все начинают. А в Киргии активно ведётся такая работа по переманиванию членов других партий в «Народный фронт»? Я, к сожалению, там, не заметил и особо не наблюдаю за этими, там, перебежками, но я думаю, что, как только для всех там станет очевидно, все выстроятся в очередь за партбилетами в «Народный фронт». А скажи, пожалуйста, есть какие-то открытые обращения, там, от тех, кто организует, например, ячейку в нашей области, конкретным депутатам или конкретным членам партии, о том, что, ребята, задумайтесь о том, чтобы перейти в «Народный фронт». Вот к тебе конкретно такие предложения поступали, и ты сам об этом задумывался? Ну, я думаю, что никому такие предложения не поступают на сегодняшний день. Я думаю, что там ближайший год достаточно будет аккуратная кадровая политика в «Народном фронте», чтобы там всё-таки раньше времени не дискредитировать организацию. И именно по этой причине «Народный фронт» на сегодняшний день очень аккуратно пытается там ассоциироваться с «Единой Россией», как бы и всё-таки там в каких-то вопросах пытается от «Единой России» отдалиться и там дистанцироваться. Я думаю, что там то формирование, которое идёт на сегодняшний день, оно такое, там красивая такая обёртка, потому что берут там заслуженных людей, там рабочих, там крестьян и так далее, то есть делают там красивую картинку. А ближе к выборам, я думаю, что вся там номенклатура, которая была там в «Единой России», она там резко перепрыгнет в «Народный фронт». То есть то замедление в действии и в принятии решений активных, которые мы видели в течение последнего полугода в стане «Единой России» на региональном уровне, приобретёт, наверное, ещё более яркое выражение. Ну, это общероссийская тенденция. Я думаю, что и в «Кирове» понятно, что точно так же там многие там перестают, те, кто раньше из каких-то там карьерных, там меркантильных интересов как бы там прислушивался к мнению «Единая Россия», то есть сейчас как бы охладели к этому, потому что при всём уважении там и Дмитрия Анатольевича, это не тот лидер, который был до этого как бы. И понятно, что вся «Единая Россия» стояла там на фамилии Путин, и за счёт него и держалась основная масса на плаву. Вот сейчас у них там уникальная возможность попробовать проплыть без такого как бы лидера, как Путин. Путин находится на сегодняшний день в другом движении, находится там фактически в другой партии. Вот и всё. Я думаю, что перспектива там у «Единой России» очень грустная. Ну, что делать там? Всё идёт, всё меняется. Опять же, к первому вопросу, всё когда-то заканчивается. И жизнь такой партии, как «Единая Россия», тоже придёт к своему логическому завершению. Перед тем, как мы прервёмся на короткую рекламу, причислю вопросы, которые у нас есть. Что-то успеем осветить, что-то нет, но они уже более такие бытовые. Это сроки расследования падения крана на девятиэтажку, и что там вообще происходит на улице Ленина с этим домом, на который рухнул кран. Я хочу тебя спросить также о ситуации с сквером на пересечении Карла Маркса и профсоюзной. Я хочу тебя спросить о докладе уполномоченного по правам ребёнка в Кировской области Шабардина Никите Белых. И, может быть, начнём как раз с дела о ДТП у октября, который прямо сейчас слушается в суде. Сейчас прервёмся на короткую рекламу. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Поддержка программы «Особое мнение» ООО «Фирма Стэн». «Особое мнение» на 101FM. Продолжается программа «Особое мнение». Меня зовут Светлана Занько. Напротив меня депутат Кировской городской думы Антон Русских. И прямо сейчас рассматривается дело Эдуарда Игнатьяна и не только его. Участников ДТП у октября, страшное ДТП, которое произошло в прошлом году. Долго расследовали. Вот сейчас судебное заседание в 9.30 утра в Ленинском суде началось. То есть, как бы тебя спросить, дело было резонансное очень. ДТП было страшное. Резонанс долетел до центральных федеральных каналов. Пришлось Никите Юрьевичу Белых выступать в прямом эфире в одном из шоу. В общем, много было шуму, много было обсуждений. Вот сейчас происходят судебные заседания. У тебя спустя столько времени, спустя столько месяцев, на данный момент какое ощущение осталось от всех событий? Ну, во-первых, я считаю, что абсолютно неправильно кого-либо осуждать и вешать какие-то ярлыки. На данный момент. На данный момент. А ни я, ни ты, ни кто-то другой не обладают полной информацией для того, чтобы сделать какой-то вывод. Поэтому я не готов говорить, кто прав, кто виноват. Для этого там есть следственные органы, для этого есть суд. Но вот эта ситуация для меня четко показала, что в городе существует другая проблема, решение которой могло бы снять все остальные вот эти проблемы, все эти пересуды и все эти рассуждения. Основная проблема, что никто не видел этого ДТП. А на сегодняшний день улица Карла Марса. Это центральная улица города Кирова. Мы не имеем ни одной камеры видеонаблюдения, которая фиксирует такой перекресток, как молодая гвардия и Карла Марса. Если бы стояла видеофиксация, то мы, по крайней мере, и следственные органы, и жители города Кирова могли бы своими глазами увидеть, как произошло такое ДТП. И вот из этого нужно сделать определенные выводы, в том числе и городским властям. И систему видеофиксации нужно устанавливать. И такие перекрестки, и такие центральные улицы, они должны быть перекрыты камерами. Для того, чтобы, не дай бог, если такие ДТП происходят, то, по крайней мере, вот этого обсуждения, вот этого обсасывания, этого горя, в любом случае, это горе для людей, это горе для семей. Для семей, которые пострадали, которые потеряли там своих близких. И там ни с чем это сравнить нельзя. И я думаю, что им мало удовольствия доставляет вот эти там все обсуждения там в комментариях, там в интернете, обсасывание вот этих вещей, как бы навешивание ярлыков. И этот виноват, да нет, этот виноват. Вот для того, чтобы вот этого не было, чтобы не было вот этого общественного резонанса и какого-то пустого обсуждения, для этого нужны системы видеофиксации. Нужно вешать камеры и фиксировать это. И тогда у нас гораздо меньше будет вопросов и гораздо меньше вот этого негатива будет выливаться там в интернете, в газете, там в СМИ, да где угодно. Да, беда. Но и нужно разобраться, нужно посмотреть, нужно, чтобы не оставалось ни у кого никаких вопросов. Потому что какое бы решение не принял суд на сегодняшний день, останутся люди, которые в это решение не поверят, которые будут считать его несправедливым и переубеждать их бесполезно. Потому что на сегодняшний день того факта, который как бы расставлял бы все точки над «и» нету. Сто процентных доказательств нет. Если были бы камеры, была бы видеозапись, вопросы бы отпали бы сами собой, и все стало бы там очевидно, и понятно, кто виноват, и как это все произошло. Я напоминаю, что это особое мнение Антона Русских, депутата Кировской городской думы. Мы продолжаем вопрос о сквере на пересечении улиц Карла Маркса и Профсоюзной. Вот были общественные слушания, очень жаркие, надо сказать. Было заявление господина Липатникова, сегодня он был у нас в студии в дневном развороте. Депутаты высказывались, активные жители принимали участие во всем этом. Не было открытых выступлений и заявлений первых лиц города. Мне кажется, что по таким резонансным событиям должны же первые лица города что-то сказать четко, спозиционироваться. Потому что все претензии на самом деле не к Квятской торгово-промышленной палате и не к тем людям, которые говорят, оставьте нам эти деревья, оставьте нам эти кусты. А к первоисточнику, я, может быть, ошибаюсь, но мне кажется, что первоисточник это тот орган, который выдал разрешение на строительство. Или вообще рассматривал такую возможность. Или вообще, который может принимать решение итоговое. Мне таким видится городская администрация. Почему городская администрация, почему глава города после всей этой шумихи не вышел и не сказал. Вот так есть. Будет то-то. — Последнее, что я слышал от главы администрации города Кирова, это то, что данный договор будет расторгнут, документы будут отправлены в суд. Безусловно, городские власти должны высказать позицию по этому вопросу. Но я бы хотел бы немножко этот разговор перевести в другую плоскость и высказаться как предприниматель даже на сегодняшний день. Торгово-промышленная палата, безусловно, важный и нужный орган, который должна иметь свой офис. Достойный, красивый, респектабельный, для того, чтобы у нас была гордость за Кировскую, за Вятскую торгово-промышленную палату. Но это никакого отношения к строительству не имеет. Мое глубокое убеждение, что члены торгово-промышленной палаты могут купить этот офис торгово-промышленной палате в качестве подарка. И ничего в этом страшного нет. Если я не ошибаюсь, все крупные предприятия и очень большое количество компаний являются членами торгово-промышленной палаты, если это разделить на всех членов, получится очень незначительная сумма. Потому что, насколько я знаю, площадь, которая нужна торгово-промышленной палате, она несоизмерима с теми небоскребами, которые запланировано строить. А выстроился новый, достраивается новый бизнес-центр на улице Профсоюзной и Казанской. Пожалуйста, я специально ехал сюда, позвонил по телефону. У них есть в наличии офисы целыми этажами, пожалуйста, все готово, уже окна стеклят. Ну, давайте купим торгово-промышленной палате целый этаж в бизнес-центре, в бизнес-офисе. Какая проблема? Я считаю, что это нормальное, цивилизованное решение, и торгово-промышленная палата уже в этом году сможет въехать в новый офис. Либо другой вариант, то есть там либо областные, либо городские власти могли предоставить помещение, но там долго мучились с зданием бывшего политпросвещения. Хорошее здание, его там сейчас уже передали политеху, но тем не менее. Много таких зданий, которых можно найти и передать. Отремонтируйте его за счет членов торгово-промышленной палаты и сидите сколько хотите. Ну, то есть я просто не понимаю, почему в привязке к парку это все идет. Антон Михайлович, так вот никто не понимает. С одной стороны, торгово-промышленная палата говорит, что они ничего не нарушали, получали все в правильном порядке, все разрешения. С другой стороны, люди совершенно имеют право возмущаться и отстаивать каждое дерево, которое растет в этом городе. И с третьей стороны, то, с чего ты переключился, город. Он говорит, мы расторгаем договор и передаем все в суд. А пускай в суде разбираются. Ну, я почему-то уверен, что суд признает все законным и никакого там расторжения не будет. Для чего тогда? Мое предположение, может быть, я ошибаюсь. Дело еще раз говорю не в этом. Мы должны говорить все-таки там в плоскости. Торгово-промышленная палата нужен большой современный офис. Вот эту задачу и нужно решать. Я не понимаю, при чем здесь как бы все вот это строительство. Значит, если члены торгово-промышленной палаты не готовы приобрести офис для торгово-промышленной палаты, то значит, как бы им эта там организация не очень-то нужна. Я очень хорошо отношусь и к Николаю Михайловичу, и к самой торгово-промышленной палате, и согласен полностью, что у них должен быть свой большой современный офис. Ты уже это говорил. Никак не хочешь отвечать на мой вопрос простой, почему конкретно господин Быков, или конкретно господин Драна, или они вместе, или еще их окружение не выйдет и не скажет. Я не могу отвечать за главу города или за главу администрации. Я считаю, что если они не отвечают, значит, у них нет ответа на этот вопрос. Нет ответа на этот вопрос. Другого я ничего там предположить не могу, не знаю. Все понятно. К сожалению, у нас не остается времени на остальные вопросы. А их было там несколько штук, которые я озвучила. Ну, в общем, выбрали то, что наиболее актуально показалось для тебя. Я напоминаю, что это было особое мнение депутата Кировской городской думы Антона Русских. Спасибо тебе за него. Спасибо вам. Меня зовут Светлана Занько. До свидания. До новых встреч.